И я хочу начать с одной истории. Если она коснется тебя или ты услышишь что-то для себя, вполне возможно, что что-то изменится. Вы знаете, я ее прочитал, и она очень сильно коснулась моего сердца. В начале 20 века один шотландский фермер возвращался домой и проходил мимо болотистой местности. Вдруг он услышал крики о помощи. Фермер бросился на помощь и увидел мальчика, которого засасывала в свои жуткие бездны болотная жижа. Мальчик пытался выкарабкаться из страшной массы болотной трясины, но каждое его движение приговаривало его к скорой гибели. Он кричал от отчаяния и страха. Фермер быстро срубил толстый сук, осторожно приблизился и протянул спасительную ветку утопающему. Мальчик выбрался на безопасное место. Его пробивала дрожь. Он долго не мог унять слезы, но главное, он был спасен. «Пойдем ко мне в дом», – предложил ему фермер. «Тебе надо успокоиться, высушиться и согреться». «Нет-нет», – мальчик покачал головой, «меня ждет папа». Он очень волнуется, наверное. С благодарностью, посмотрев в глаза своему спасителю, он убежал. «Утром фермер увидел, что к его дому подъехала богатая карета, запряженная роскошными породостными скакунами. Из кареты вышел богато одетый джентльмен и спросил, «Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?» «Да», – я ответил фермер. «Сколько я вам должен?» «Не обижайте меня, господин, вы мне ничего не должны, потому что я поступил так, как должен был поступить нормальный человек». «Нет, я не могу оставить это просто так, потому что мой сын мне очень дорог. Назовите любую сумму», – настаивал посетитель. «Я больше ничего не хочу говорить на эту тему. До свидания». Фермер повернулся, чтобы уйти. И тут на крыльцо выскочил его сынишка. «Это ваш сын?» – спросил богатый гость. «Да», – с гордостью ответил фермер, поглаживая мальчика по голове. «Давайте сделаем так. Я возьму вашего сына с собой в Лондон и оплачу его образование. Если он так же благороден, как и его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об этом решении». Прошло несколько лет. Сын фермера закончил школу, потом медицинский университет. И вскоре его имя стало всемирно известно, как имя человека, открывшего пенициллин. Его звали Александр Флеминг. «Перед самой войной в одну из богатых лондонских клиник поступил с тяжелейшей формой воспаления легких сын того самого джентльмена. Как вы думаете, что спасло его жизнь в этот раз?» Это был пенициллин, открытый Александром Флемингом. Имя богатого джентльмена, давшего образование Флемингу, было Рандольф Черчилль, а его сына звали Уинстон Черчилль, который впоследствии стал премьер-министром Англии. Уинстон Черчилль как-то сказал, «Сделанное тобой к тебе же и вернется». Вы знаете, что вся наша жизнь складывается из наших поступков. И каждый день мы что-то делаем. Есть определенные желания, которые руководят нашей жизнью. Если бы мы посмотрели, что происходит внутри нашего естества, мы бы увидели большую ярмарку, на которой стоит множество различных желаний. И все они стоят с карточками. «Возьми меня, возьми меня. Я хочу, чтобы ты взял меня, чтобы ты сделал меня частью управления своей жизнью». И это различные желания. Это желания, которые приходят с небес. Это желания, которые приходят от плоти. Это наши человеческие желания. Их очень много. И все они кричат и претендуют на то, чтобы быть первыми, быть в списке в десятке, в топе того, что находится внутри тебя. Мы сами принимаем решение, как нам жить. И мы сами принимаем решение, какие желания руководят нами. И вы знаете, что есть желания, которые могут построить всю твою жизнь, изменить вокруг тебя множество судеб. Есть желания, которые могут сделать тебя человеком великой судьбы. Есть желания, которые могут из незначащего, из ничего из себя не представляющего человека за время сформировать личность, которая будет значима, которая будет влиять. В то же самое время внутри нас есть желания, которые могут разрушить судьбы многих. Есть желания, которые могут разрушить нашу судьбу. Есть желания, которые могут разрушить все вокруг. И нам нужно иметь определенный фильтр, который внутри нас отсеивал бы то, что разрушает нас, разрушает окружающих. И выбирать то, что Бог хочет нам дать. Вы знаете, что сегодня я смотрю на церкви, которая на данный момент существует И я вижу одну такую вещь, что каждый для себя берет какую-то часть того, что хочет Бог Есть какие-то желания, которые угодны Богу, но каждый выбирает какую-то часть Никто не согласен на все, никто не согласен на полноту Никто не хочет взять все полностью, что Бог предлагает По разным причинам По причинам своих каких-то твердынь в разуме По причинам того, что кто-то им сказал, что это неправильно По причинам того, что где-то кто-то когда-то это пробовал, и это не получилось И знаете, на сегодняшний момент я знаю, что Бог хочет, чтобы полнота всех желаний, которые Он приготовил для меня, стала частью моей жизни Чтобы те желания, которые Он для меня приготовил, они стали в топе моего жизненного пространства Чтобы первые десять строк были заняты именно ими Чтобы все то, что пришло от дьявола, от этого мира, от злости, от похоти, от непрощения Было удалено Чтобы корзина, в которую ты сложил, может быть, все эти вещи, была очищена навсегда Чтобы внутри тебя сложился устоявшееся количество этих желаний, которые бы строило всю твою жизнь и твоих окружающих И есть Писание, которое отражает на ту ситуацию, которая сегодня происходит Это Луки, 15 глава, 11 стих Там написано, что у отца было два сына И один из этих детей подошел и сказал Отец, дай мне следующую часть имения Послушай, у нашего Бога есть имение целиком У нашего Бога есть имение целиком Но у нас есть всегда искушение взять часть Взять часть Кто-то берет спасение, он говорит, вот ты спасся и все И этого достаточно Ты спасся, ты прочитал молитву покаяния И больше ничего не надо, живи Кто-то говорит, что вот языки, да Вот достаточно молиться на языках, все, больше ничего не надо Кто-то говорит, надо только вот проповедовать Евангелие и больше ничего не надо И понимаешь, вот каждый взял какую-то часть Вот если посмотришь по церквам, у каждого своя часть Но когда мы посмотрим, к чему это приводит Это приводит к свиному корыту Все, кто взял часть, они в конце концов становятся нищими Потому что часть, это не воля Божия для тебя и меня Для тебя и меня воля Божия взять все Взять полностью И вы знаете, на что это похоже? Это похоже на разобранный автомобиль То есть, если Бог в целом видит все имение Работоспособное Двигающееся куда-то Имеющее потенциал и возможность для того, чтобы изменить что-то То когда мы берем часть, мы не можем запустить работу Божью Потому что это то же самое, что ты Один взял колесо от машины И говорит, мы пойдем далеко Мы укатим откровение Божие за горизонт И он катит это колесо и думает, что это как будто вся машина катится Другой взял тормоз и он тормозит всех Это церковь тормозов Понимаешь? Все, они везде говорят Это нельзя, здесь нельзя, здесь остановитесь Это музыка неправильная Здесь вы молитесь неправильно Танцевать нельзя Вот тормоз, он нужен Ну понимаешь? Когда он становится корнем всей церкви Да, то тогда все такие Кто-то взял амортизатор, знаешь Бог приходит и вот, вся их жизнь это амортизация Единственное, что они могут, это прыгать Кто-то движок работает, но не едет Просто холостует Каждый что-то схватил Самые хитрые схватили руль Они говорят, руль у нас, поэтому мы самые главные Мы типа всем управляем Но на самом деле У них всего лишь эта баранка И бибикалка Все, больше ничего нет Нам не нужна такая жизнь Скажи амэн Нам не нужна часть Нам нужна вся машина Целиком Амэн Нам надо, чтобы Не руль был в твоих руках А чтобы ты сел И мог управлять Всем тем, что Бог доверил тебе Амэн И в этой полноте Есть и экономика, которая должна жить В этой полноте Есть и дары Духа Святого Которые должны действовать в церкви В этой полноте Есть и служение наркоманам Есть и служение бизнесменам Есть и служение депутатам И мы верим в пробуждение И снизу, и сверху Мы не согласны на часть Мы не хотим ограничиваться Каким-то небольшим участком Того, что Бог приготовил для нас Мы соглашаемся на все Мы соглашаемся на все Мы соглашаемся на то Чтобы Бог имел В нашем служении полноту Амэн Аллилуйя Воздай ему всю славу Если ты согласен со мной И от чего это зависит Насколько полнота присутствует в нашей жизни От чего это зависит Это зависит от желания Если ты захочешь То тогда будет Вся составляющая Божьего благословения в твоей жизни Если не захочешь Тебя не заставишь Я не могу заставить Никого из вас даже улыбнуться Вот я буду говорить Улыбнись Ну, если ты не хочешь Ты не будешь улыбаться Я не могу заставить тебя пожертвовать что-то Я не могу заставить тебя танцевать или прыгать Почему? Если у тебя нет желания Бесполезно Бесполезно И в церкви точно так же Если кто-то не хочет Иметь полноту Божьего познания И полноту Божьего благословения Ни пастор, ни команда, ни лидеры Не могут заставить Все Вот я верю, что только так И все Я не согласен на больше Но послушай Нам нужно понять Если мы не согласимся на все Мы так и будем Катать колесо Бибикать в руль И тормозить Все Мы никуда не сможем двигаться Мы ничего не сможем поменять Как увидеть Какие же желания Приносят полноту в нашу жизнь Можно просто это придумать Но мудрее посмотреть в Библию Почему? Потому что там все есть Там есть ответы на эти вопросы И Самым Наверное, ярким примером Того, как Бог приносит полноту В жизнь человека Для меня лично Является Давид И сегодня я хочу проповедовать вам Небольшую тему, но емкую Которая называется Три желания Давида Запиши Три желания Давида Три желания Давида Есть вещи, которые Внутри нас Либо оправдывают нас Пред Богом Либо делают нашу личность Противником И желание Это как раз то Что либо делает тебя Человеком со знаком плюс Либо делает тебя Человеком со знаком минус И Для того, чтобы увидеть Какие же желания На самом деле Богу интересны В чем он заинтересован Какие он желания Ставит В первые строчки Своей приоритетности Нужно смотреть на тех людей Кого он называет Люди по сердцу моему И Бог называет Давида Человеком по сердцу То есть Когда Давид что-то делает Какие-то желания Которые он поставил У себя во главе Они нравятся Богу Когда Давид как-то говорит Поступает Делает какие-то поступки Бог говорит Мне это нравится Это человек Который поступает Так, как я бы поступил Мои желания Становятся его желаниями Мои глаза Видят так же Как его глаза Его руки Они поступают Так же Как я бы поступил И когда мы смотрим На его жизнь И мы смотрим На те желания Которые в нем есть Мы можем взять В свою жизнь Те же самые желания И иметь те же слова От Бога В свою жизнь Мы можем взять Те же самые желания И поставить их Во главе В своей жизни И Бог придя Он будет говорить Так же и в твою жизнь Это человек По сердцу моему Это человек Который мне нравится Это человек Которого я уважаю Это человек Характер которого Мне симпатичен Амин И давайте посмотрим О каких же желаниях Идет речь Первое место Это Первое царство Семнадцатая глава Двадцать шестой стих Первое царство Семнадцатая глава Двадцать шестой стих И сказал Давид Людям Стоящим с ним Что сделают Тому Кто убьет Этого филистимлянина И снимет Поношение С Израиля Ибо кто Этот необрезанный Филистимлянин Что так Поносит Воинство Бога Живого Мы все знаем Эту ситуацию Когда филистимляне Вышли против Израиля И две армии Стояли друг напротив друга И сорок дней Одна армия Слушала проповедь Другой При этом Не делая никаких поступков Не выступая Вперед Просто Это было Время Когда одни Принимали от других Желание Точку зрения Поведение Они выходили И говорили Вы никто Вас звать никак Мы вас разорвем Сначала мы все вам скажем А потом мы вас придем И убьем И не было никакой реакции Не было абсолютно Ни одного человека Кто согласился бы Состязаться в этом Кто согласился бы Закрыть собой Кто согласился бы Поднять свой голод За правду У всех были погоны У всех были оружие У всех были понты Но никто не мог выйти И реально сразиться С тем Кто поносил Израиля Саул Царь Которому Бог Дал ответственность За народ Стоял и ждал Когда же кто-то Выйдет вперед И победит этого Единоборца Тот Кто должен был Выбежать вперед Первый И победить его Подав Пример всему народу Боялся И ждал Кого бы вперед Пропустить Мы видим Что появляется На арене Давид Которого Никто не ставил Вообще Никто на него Ставки не ставил Никто не думал Что он какую-то роль Сыграет Но он выходит И непринужденно Без всяких Предисловий Начинает Менять ситуацию Начинает говорить Кто это такой вообще Что он тут Позволяет себе Почему он так Почему вы молчите И эти здоровые мужики Которые Были больше его У которых было оружие Они себя неуютно чувствовали Потому что Мальчик говорил правду Он говорил Действительно То Что должно было Быть в их сердцах В его жизни Было то желание Которое должно было Быть в их жизни Но не было Мужики Которые должны были Защищать свой народ Имели внутри Трусость и страх Они не могли Снять поношение Со своего народа Никто из них Не имел смелости Выйти И защитить Свою семью Свою землю Послушайте Не всегда погоны Определяют Качество Человеческой жизни И не всегда Погоны И место какое-то Может сказать О человеке Что этот сможет Иногда Вот эти погоны Наоборот Делают человека Гнилым Он ничего не может Он имеет Какие-то только Бляшки на себе Какие-то Знаки отличия Бейджики Но когда доходит До реальности Он пустой Он не может Ничего сделать Это не главное В нашей жизни Место Позиция Это все ерунда Это не дает тебе силы Решать что-то Дает тебе силы Желания От Бога Давид Находясь В удалении Вообще От всех этих событий Он тренировался Защичать своих Бог дал ему Свою маленькую страну В которой было Ну не знаю Сколько овец Я не знаю Сколько там в Атаре Но это был его народ Это были те О ком он заботился Это были те Кого он водил К воде Кого он кормил Кого он защищал Кого он умощал И леем Чтобы на них Никакие паразиты Не завели Это был тот народ Который доверил ему Бог И когда приходил Написано Лев и медведь Давид не позволял Воровать кого-то Из его народа Он в миниатюре Научился Делать то Что потом ему пришлось Сделать В глобальном масштабе Он С самого Юношества Заложил в себя Правильные желания Правильное отношение К тому Что он имеет И поэтому Для него было непонятно Когда Те Кто должен был Подавать пример Всем остальным Они не могли Исполнить Своё предназначение Послушай Твоя жизнь На данный момент Может Ограничиваться Каким-то Небольшим Стадом Ты можешь Заботиться О чём-то О том На что другие Смотрят И говорят Да он ерундой Какой-то Занимается Но послушай Ты рождаешь Свою великую Судьбу Заботясь о том Что может быть Сейчас Не представляет Глобального Какого-то Значения Ты учишь Сам себя Руководить Собой Правильными Желаниями Когда ты защищаешь То, что Бог тебе дал Пусть оно небольшое Может быть Это ещё не страна Может быть Это ещё не большие Какие-то рубежи Но ты защищаешь Каждый волк Каждый медведь Который ссуёт Свой нос туда Получает по морде Никто не может Украсть ту овечку Которую Бог тебе доверил Кто-то говорит Да он ерундой Занимается Не слушай никого Ты занимаешься Правильным делом Ты ставишь Те желания Которые Бог Имеет в виду На первое место Однажды Они послужат Добрую службу И Давид Какое-то время Он занимался Тем же самым Чем ты Может быть Сейчас занимаешься И никто о нём Не знал И никто о нём Не слышал Ты знаешь Что победа Куётся втайне Те люди Которые появлялись На Олимпе И никто не знал Где-то они трудились Где-то они Ковали свою победу Где-то они Проливали свой пот Где-то они Свои похоти И свои желания Которые уводили их От мечты Ставили на последнее место А те желания Которые ввели их к победе Ставили на первое И никто этого не видел Никто их не ценил Никто не хвалил Не трепал их по плечу И не говорил Какой ты классный Какой ты молодец Нет Они знали Что они делают Они просто пахали Почему? Потому что они знали Что однажды Придёт момент Когда это Поможет во всей Их жизни Амэн Поэтому Когда ты трудишься И никто тебя не видит Ничего страшного Не переживай Не плачь Апостол Павел говорит Делай добро Да не унывай Потому что В своё время Придёт жатва В своё время Придёт момент Когда ты пожнёшь Всё то Что ты сегодня Сеешься слезами В своё время В своё время Ты пожнёшь Всё то Что никто не видит Я знаю О чём я говорю Потому что Когда ты делаешь Дело Божье И руководствуешься Желаниями с небес Не всегда Ты получаешь Должное воздаяние Они всегда тебя замечают Это чаще всего Труд незаметный Труд кропотливый Труд Который Не так ценится Как хотелось бы И рядом с тобой Есть выскочки Которые бегут вперёд И получают все сливки От этой жизни Они делают те дела Которые видят все И их трепят нож по плечу Их ставят пример Говорят Какие классные А ты опять остался Неудел А ты опять Не получил Свою награду И ты думаешь Вообще Бог Надо мне это или нет Послушай Однажды Всё изменится Однажды Всё изменится Однажды Ты выйдешь На то поле Где все Те выскочки Не смогут Подать свой голос Потому что Их страх Будет бежать Впереди их Они будут бояться Потому что Они никогда не сражались С реальными противниками Вся их вера Была жизнью Бутафория Театром А ты сражался На своём поле Ты платил цену И поэтому Для тебя Не составляет Никакого труда Выйти И сказать Этому здоровому мужику Ты заткнись Сейчас Прямо сейчас Силой Божьей Ты умрёшь Ты погибнешь Я сниму Поношение С Израиля Первое желание Которое Было В сердце Давида Это снять Поношение С Израиля Снять Поношение С Церкви Божьей Победить страх Победить Какие-то Внутренние Комплексы И сказать Я не позволю Мой дом Насиловать Я не позволю Мой дом Бесчестить Я не позволю На мой дом Говорить Какие-то вещи Которые Не должны Произносить На мой дом Он выступил Вперед И он имел Победу Посмотри Сегодня Сколько боятся Людей Вообще Воевать За дом Божий Сегодня Боятся Проповедовать Евангелие Кто-то Идет Проповедовать Евангелие Прячется Уходит Куда-то Говорит У нас там Дела У нас там Стирка У нас Готовка Кто-то Еще А кто-то Говорит А я попробую А я буду Воевать А я буду Отвоевывать Души Я верю Что в этом Есть воля Божья И они Идут И ломают Лед И снимают Поношение С Израиля Однажды Бог Придет Наградой Однажды Бог Посетит Их жизнь Ты знаешь Есть вещи Которые Нам не очень Хочется делать Нам Не всегда Хочется Защищать Свою церковь Не всегда Хочется Защищать Своих братьев Нам легче Спрятаться Но послушай Это было Первое Желание Давида Он хотел Снять Поношение С Израиль С этого Все началось Когда он Пришел На это поле Зражения Он был Единственный У кого В сердце Было Это желание Переживаешь Ты за Свою церковь Вообще Есть у тебя Желание Снять С нее Поношение Потому что Столько Навешали Ярлыков На нас Огромное Количество И каждый На своем Месте Сегодня Либо Утверждает Это поношение Либо Хочет Его снять Своей жизнью Своим трудом Он говорит Я сниму Клеймо С той церкви В которую Бог Меня насадил Однажды Люди Через мою жизнь Через мое служение Через мои дела Скажут Это церковь Живого Бога В этой церкви Все правильно Все что говорили Против нее Это клевета Эти люди Они действительно Имеют честь А эти люди Они действительно Имеют отвагу Эти люди За которыми Можно идти Это люди Которым Можно доверять Через кого Это придет Через людей Которые согласились Снять поношение С церкви Снять поношение С Израиля Я знаю Что сегодня Кто-то Трудится в бизнесе И вы честные Сегодня Вам выпадают Моменты Когда вы можете Украсть Обмануть Кинуть кого-то Но вы это не делаете Это все видят Послушай Это вызов сегодня Вызов всем Кто поступает Иначе Ты снимаешь Поношение С церкви Если ты так поступаешь Павел говорит Если из вас Кто пострадал За Христа То слава Богу Если как вор То тогда спрячься Вообще И не говори о Боге Если ты сегодня Претерпеваешь Какие-то трудности Ты сражаешься Ты снимаешь Вот этот налет Который кто-то Накидал на церковь И ты доказываешь Свою жизнью Что есть Люди честные Есть люди Которые не обманывают Есть люди Которые не кидают Эти люди И эти люди Мне говорил Благодать Благодать Что такое благодать Это сверхъестественная Способность Исполнить волю Божию Мы не можем Ее сами исполнить А Бог дает Ты не знаешь Как это произойдет А Бог дает И если у меня Есть желание В моем сердце Желание на первом месте Сделать так Чтобы моя церковь Та церковь Которой я принадлежу Она стала Во главе всех гор Она стала свечой Которую видят все То тогда Бог не замедлит Он придет ответом На это желание Он придет ответом На это желание Вы знаете Сегодня я вижу Как что-то меняется В городе Новосибирске Как что-то меняется В Томске Я вам рассказывал Сейчас уже судом Приговаривают к реабилитации В нашем фонде Есть судебное заключение То есть человек нарушил закон Наркоман И судья выносит приговор ему Приговор Либо ты соглашаешься В тюрьме сидеть Либо ты проходишь реабилитацию В этом фонде Это слава Божию Это оправдание с неба Потому что когда мы туда пришли Была совсем другая ситуация Когда мы туда пришли Нас там называли Разными неприятными Названиями Секта Там все что угодно В нашу сторону сыпало Сегодня что-то меняется Сегодня с вами Ребята Которые занимаются Бизнесом Хотят иметь дело Потому что знают Что вы не кинете Послушай Однажды придет время Когда только с вами Будут иметь дело Однажды придет время Когда только с вами Будут иметь дело Однажды придет время Когда народу надоест голосовать за лис Которые их кидают каждый год И они будут голосовать за людей Которые имеют в своей жизни Иисуса Христа Потому что они будут знать Что это люди Божьи Потому что эти люди Они сняли поношение с церкви Всей своей жизнью Это желание стало в основании их жизни И Бог однажды наградит каждого Евангелие от Иоанна Десятая глава с 11 по 15 стих Я есмь пастырь добрый Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец А наемник не пастырь Которому овцы не свои Видит приходящего волка И оставляет овец и бежит И волк расхищает овец И разгоняет их А наемник бежит Потому что наемник И не родит об овцах Я есмь пастырь добрый И знаю моих И мои знают меня Аминь Желание снять поношение с народа Божьего Стоит во главе Ты никогда не убежишь Когда Твоих людей Где-то кто-то пытается уничижить Нападает на них Ты будешь как пастырь добрый Ты будешь как человек Который способен защитить Сегодня Все христианство делится на тех Кто согласился быть наемниками И кто согласился быть пастырями Для своей семьи Для своего служения Для своего бизнеса Многие мужья сегодня бегут из своих семей Приходит какая-то проблема Это может быть разное Может у кого-то ребенок заболел Может быть у кого-то там Какие-то эмоциональные проблемы Безработица, нищета Кто-то бежит Говорит Я кидаю свою семью Я кидаю свое поле боя И убегаю Ну послушай Внутри нас должно быть желание Снять это посрамление Сейчас есть проблема Но я сделаю все Для того, чтобы этой проблемы не было И однажды Бог прославится в этом Однажды Бог покажет разницу Между мной и теми У кого Христа нет Амэн Аллалювия И ты знаешь, Давид, он имел это желание Давид имел это желание И мы видим, что он не проиграл ни одной войны Бог давал ему сверхъестественную победу Почему? Потому что он не за свои амбиции сражался Он не сражался за какие-то деньги За что-то еще Он сражался за то, чтобы народу Божьему было хорошо Если твое желание, главное в этом состоит Бог будет поддерживать тебя в войне Потому что ты не за какие-то меркантильные интересы воюешь Ты воюешь за интересы народа Божьего Твоя война становится войной Божьей Твои желания становятся желаниями Божьими И когда наступает битва, ты знаешь, что в этой битве ты не один Рядом с тобой есть ангелы Рядом с тобой есть архангелы И все бесы в этой войне получат по морде сто процентов Амэн Воздай ему всю славу И можно, чтобы кто-то играл, вышел Второе царство, шестая глава Первый стих, давай откроем Второе царство Я сейчас в миссионерской школе нахожусь Послушайте, как здорово Как значительно изменяется ситуация Сегодня все хотят ехать в другие города Открывать церкви Это очень здорово Почему? Потому что то, о чем я сейчас говорю Становится во главе многих людей Они хотят спасти этот мир Это очень важно Это о многом говорит сегодня Ты не найдешь Очень единицы сегодня в церкви Где есть люди, которые хотят служить Богу Которые хотят куда-то ехать Иди, выгони кого-то Не сможешь Скажи кому-то, приди в церковь Скажи, ты поедешь на миссию Он сегодня имеет там какой-то достаток Имеет какую-то работу Скажи, а вот Бог хочет, чтобы ты на миссию Он тебя убьет где-нибудь Скажи, раньше пророков побивали И сейчас тоже получишь И слава Богу, что у нас другая ситуация Наши хотят ехать Вот мы их держим Говорим, ребята, подождите Они говорят, пустите нас Пустите нас в Краснодар Пустите нас в Питер Вот рвутся Мы говорим, подождите, ребята Сейчас, сейчас Надо научиться Научиться Хук слева, хук справа То вы пока только головой бьете Сейчас Научитесь, пойдете И в конце мая у нас полетят наши орлы По разным городам приносить свои плоды Аллилуйя Второе царь, шестая глава С первого стиха И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля Тридцать тысяч Это было время, когда Давид наконец-то взошел на трон Тридцать лет ему было Его из Хеврона призывают старейшина Для того, чтобы он возглавил Израиль Закончилась наконец-то очереда Когда за ним гонялся Саул Закончилось время, когда его унижали Когда копья в него летели Казалось бы, победа Давид, радуйся, что тебе надо? Ты уже царь Все, что Самуил пророчествовал в твою жизнь, исполнилось Сядь на престол Закажи себе курочку Закажи себе ягненка Сиди и радуйся, все Бог исполнил свое слово Ты царь Посмотри, что делает Давид Первое, что он делает, став царем Он собирает 30 тысяч народа И говорит Ребята, не время праздновать Не все в порядке в нашей стране Наша страна давно уже не такая, какой ее видит Бог Нам нужно кое-что изменить У меня есть желание, которое я хочу прямо сейчас воплотить в жизнь Долгое время я ждал Когда я встану на то место, которое Бог мне определил И я не хочу его терять Сегодня я имею возможность воплотить желание Божье в жизнь Он собирает 30 тысяч народу И он идет туда, где его хотел видеть Бог Он идет и ищет ковчег Божий Он говорит, это то, что должно быть в главном городе Израиля Оно не должно быть где-то на обочине Эта святыня должна вернуться на свое место Он находит ковчег Божий И его желание его вернуть Он знает, что неправильно, чтобы ковчег Божий был где-то на Камчатке Его надо вернуть в главный город Израиля И он пытается это сделать И мы видим, что нету такого, что Давид как бы предвидит ситуацию Просто у него есть желание вернуть этот ковчег Но на тот момент он не придает тому значению, как это сделать Он просто говорит, загрузите на телегу, повезли Все Священники загрузили этот ковчег на телегу И думали, что получится его провести Но по пути не все так просто оказалось Оза умирает, Бог его поразил Ковчег не попадает в Иерусалим И Давид, представь, 30 тысяч собрать Это то же самое, что ты представляешь 30 тысяч, это не 3 тысячи, не 2, не 200 человек Ты 30 тысяч собрал и говоришь Сегодня ковчег Божий зайдет в главный город Израиля А он не зашел Это не очень приятная ситуация Это когда ты говоришь, что Анселл Мадебука приедет, а он не приехал А люди приехали, его ждут Не очень приятно Это когда ты собираешь и говоришь Будет грандиозный концерт, мы готовимся, мы вкладываем много денег И что-то получается, что нет этого концерта Все купили билеты, все уже здесь, они ждут 30 тысяч глаз направлено на Давида А ничего не получается И Давид, видя всю эту ситуацию, встает на колени и говорит Господь, как войти ко мне, ковчегу Божьему Я знаю, что это желание от Тебя Я знаю, что это желание, которое пришло ко мне с неба Но почему-то я не могу сделать так, чтобы он вошел Есть вещи, которые пришли к нам от Бога И это 100% желание с неба И ты хочешь это осуществить в своей жизни Но послушай, почему-то шаг за шагом, раз за разом ты терпишь поражение Ты не можешь это сделать, не можешь это осуществить И ты говоришь, Господь, я знаю, что это желание от Тебя Ну как войти к ковчегу Божьему? Как? Как? И Давид начинает изучать, он начинает смотреть, в чем ошибка Понимает, что это желание от Тебя Есть условия, на которых ковчег приходит Бог имеет свои порядки, свои устои Он понимает, что ковчег нельзя везти на телеге Что ковчег надо нести на плечах Он понимает, что перед ковчегом должны приноситься жертвы Он понимает, что в этом, во всем не должно быть какого-то сумбура Должен быть порядок Бог приходит на своих правилах, Он приходит на своих условиях И вторая попытка, она оканчивается победой Ковчег Божий входит в Иерусалим Ковчег Божий входит в Иерусалим И многие из вас сейчас сидят и думают, ну при чем тут ковчег? Что он вообще? Что за желание такое? Какой-то ящик затащить в город Ну послушай, в ковчеге были артефакты, были главные святыни народа Божьего Там был сосуд с манной, который говорит об обеспечении То есть есть вещи, которые обеспечивают нашу жизнь Кто-то отказывается от них, но они должны войти в твою жизнь Потому что ты несчастен без обеспечения с неба Там был Жезл Лаарона, который говорит о духовной власти Потому что сегодня пользуются духовной властью все, кроме верующих Но Бог хочет, чтобы этот ковчег зашел в твой главный город Там были скрижали, на которых было написано заповеди Божии И Бог заинтересован в том, чтобы они вернулись на свое место И мы видим, что Давид возвращает все это Он возвращает ковчег Божий И это становится ключевым желанием в его сердце Ему можно было радоваться, ему можно было пить вино, наслаждаться жизнью Но он соглашается исполнить желание, которое Бог вложил в его сердце Всегда перед нами стоит выбор Либо мы делаем то, что хочет Бог, либо мы делаем то, что мы хотим сами И Бог ответил На этот ковчег пришла сила Божия Израиль начал меняться Давид имел победу за победой Он не проиграл ни одной войны Бог распространил его Когда желание от Бога ты ставишь во главе Все остальные желания начинают осуществляться Бог начинает давать победу там, где ты ее даже не думал получить Бог дает сверхъестественную помощь Посмотрите Поношение снято Ковчег в городе Все здорово Живи и радуйся, Давид Враги не лезут к тебе Все нормально Вы знаете, у нас есть время такой стабильности какой-то в жизни Когда ты уже не колешься Ты уже ешь каждый день И на твоем столе уже не только слойки по три копейки Да, уже там есть и подороже продукты Ты уже не ходишь в рваных кедах Ты уже ездишь Кто-то на советских, а кто-то уже и на немецких Кто-то уже летает Как на трамвае ездит Прошло время Есть какая-то стабильность Есть какой-то успех Ковчег Божий В главном городе Давида Постромления снимаются периодически То есть ведется война Все здорово, Давид Что тебе еще надо? Классно Живи и радуйся Послушай, он не успокаивается Он говорит Господь, я не хочу, чтобы на этом все закончилось Я хочу получать от тебя новые задания Я хочу получать от тебя новые желания И давай посмотрим Первая паралипоменон, 17-я глава Субтитры создавал DimaTorzok 17-я глава с первого стиха Когда Давид жил в доме своем То сказал Давид Нафану, пророку Вот я живу в доме кедром А ковчег завета Господня под шатром И сказал Нафан Давиду Все, что у тебя на сердце дело Ибо с тобой Бог Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану Пойди и скажи рабу моему Давиду Так говорит Господь Не ты построишь мне дом для обитания Ибо я не жил в доме с того дня Как вывел сынов Израиля До сего дня А ходил из Кинии в Скинию И из жилища в жилище Где не ходил я со всем Израилем Сказал ли я хотя бы слово Кому-либо из судей Израилевых Которым я повелел пасти народ мой Зачем вы не построите мне дома кедрового И теперь так скажи рабу моему Давиду Так говорит Господь Савауф Я взял тебя от стада овец Чтобы ты был вождем народа моего И был с тобой везде Куда ты не ходил И истребил всех врагов твоих Пред лицом твоим И сделал имя твое Какими великое на земле И я устроил место Для народа моего Израиля И укоренил его И будет он спокойно жить на месте своем И не будет более тревожен И нечестивые не станут больше теснить его Как прежде В те дни Когда я поставил судей над народом моим Я смирил всех врагов твоих И возвещаю тебе Что Господь устроит тебе дом Когда исполнятся дни твои И ты отойдешь к отцам твоим Тогда я восставлю семя твое после тебя Которое будет из сынов твоих И утвержу царство его Он построит мне дом И утвержу престол его навеки Я буду ему отцом И он будет мне сыном И милости моей не отниму от него Как я отнял от того Который был прежде тебя Я поставлю его в доме моем И в царстве моем навеки И престол его будет тверд Вечно Амин Желание от Бога Меняет не только нашу судьбу Она меняет судьбу наших детей Когда я соглашаюсь принять свою жизнь То желание, которое приходит с неба Моя жизнь меняется, несомненно Но это желание начинает распространяться На моего поколения На моих детей На то семя, которое я оставлю после себя Бог приходит и начинает говорить мне слова Которые относятся уже не только к моей жизни Они относятся уже к жизни моих детей Согласившись с желанием небес Я меняю не только сегодняшнюю ситуацию Я сегодня строю будущее моих детей и внуков Бог обещает утвердить их жизнь Бог обещает больше не вернуть никогда Те моменты, которые я когда-то проходил в своей жизни Он говорит, я останавливаю это в жизни твоих детей Потому что ты согласился желать того, чего желаю я Давид, имея способность Взять желание с неба Меняет жизнь всего народа Давид, имея способность Взять желание с неба Меняет свою жизнь Давид, имея способность Взять желание с неба Меняет жизнь своего ребенка И мы видим, что проходит время И действительно его сын Соломон Он устрояет дом Божий И ты знаешь, мне нравится, Давид Вот все, Бог пришел к тебе и сказал Ты хорошо желаешь Все, это правильное желание, чувак Что ты хочешь мне дом построить Но не надо Ты много крови пролил Не надо, сын твой построит Я ему все дам, обеспечу Он построит дом Не надо сейчас тебе этим грузиться Ты и так многое сделал Просто правь народом Отдыхай, радуйся Кушай, веселись Рыбач езди Охотся Не заморачивайся Все, хватит Ты и так уже накосил Тут этих филистимлян Не сосчитать Все Пенсия Давид, пенсия Хватит, на Удостоверение будешь получать Приходить Каждый день Помаленьку А Давид говорит Нет Я не пенсионер Я не согласен на пенсию Что такое? Он говорит Как так, Бог? Почему я не могу строить храм? Ну ладно, не могу Но я знаю, что ты хочешь А что я могу вообще? Да, строить я не могу Но я могу насобирать Много-много всего того Из чего построит Потом мой сын этот храм И ты знаешь Наша суть, она такова Что мы не всегда хотим Что-то делать Чтобы потом этим пользовались другие Для себя, да Когда ты знаешь Что ты этим будешь пользоваться Ты будешь пахать Ты будешь что-то делать Потому что знаешь Я буду в этом иметь часть А когда ты собираешь что-то Зная предварительно Что тебе не достанется Ничего из того Что ты сейчас собираешь Это идет куда-то вообще Непонятно Когда это все построится Но это является частью Желания небес Ты вкладываешь в то В чем может быть Сам никогда не будешь стоять В чем может быть Сам никогда не будешь иметь Как бы какой-то похвалы Но ты это делаешь Потому что Бог хочет этого Ты имеешь желание Небес в своем сердце И все тебе говорит о том Что можешь ты это не делать И сын отличается от раба Тем, что он делает это в свободе Он просто хочет Его никто не заставляет Его никто не гонит палкой Он просто хочет делать то Что хочет Бог Даже после того Как Бог сказал Что можешь это не делать Потому что я не хочу Чтобы ты строил дом Он все равно Имеет это желание Амэн Аллилуйя Первая паралипоминон 22 глава Последнее место С первого стиха И сказал Давид Вот дом Господа Бога И вот жертвенник для всесожжения И приказал Давид Собрать пришельцев Находящихся в земле Израильской И поставил каменотесов Чтобы обтесывать камни Для построения Дома Божьего Чего ему заняться нечем было Да много было дел Он говорит Нет Я хочу участвовать В постройке Дома Божьего И множество железа Для гвоздей К дверям ворот И для связи Заготовил Давид И множество меди без веса И кедровых дерев Без счету Потому что седоняне И теряне Доставили Давиду Множество кедровых дерев И сказал Давид Соломон Сын мой Молод и малосилен А дом который следует Выстроить для Господа Должен быть весьма величественен На славу и украшения Перед всеми землями И так я буду заготовлять Для него И заготовил Давид До смерти своей Много И призвал Соломона Сына своего И завещал ему Построить дом Господу Богу Израилю Три желания Давида Снять поношение С народа Божьего Когда какой-то враг Приходил и хотел Посигнуть на его народ Он никогда не прятался Он выходил Говорил Подожди Иди сюда Я буду первый С кем ты встретишься Я не буду кого-то посылать Я не буду вперед себя пинать Я не наемник Я пастырь добрый Поэтому первый Кто даст тебе По морде Буду я Амэн Иисус не посылал вперед учеников Он сам пошел на крест Сказал Первый От кого получит дьявол Буду я А потом все остальные Присоединятся Это характер Давида Это характер Христа Снять поношение С народа Израиля Второе Как войти ко мне Ковчегу Божьему Давид хотел Чтобы все Что Бог Приготовил Для его народа Стало частью Чтобы народ Не был нищий Чтобы обеспечение Пришло Чтобы все деньги Которые были На этой земле Стали частью Божьего народа Принадлежностью Божьего народа Чтобы власть Которую Бог дал Она не пропадала Чтобы власть Была частью Нашего существования Чтобы в наших руках Всегда был посох Чтобы скрижали Не были выкинуты И разбиты Чтобы скрижали Были святыни Которые каждый Человек В народе Божьем Считал За истину И за правду Свою честь Как войти Ковчегу Божьему И третье Желание Это желание Построить Храм Богу Знаешь Три желания Три желания Давида Посмотри Насколько совпадает Твоя Твое количество Твой топ Желаний С этими желаниями Что стоит на первом месте Я верю Что если мы Будем верить Так как верил Давид Мы будем ставить Те желания Которые он ставил На первое место В своей жизни Бог Однажды назовет тебя Человеком по сердцу Он придет и скажет Послушай Это бескорыстный человек Который хочет Сделать то Что я хочу На этой земле Он не будет Иметь нужды Ни в чем Он не будет Иметь нужды Ни в чем Я открою Небеса над ним Я запрещу Всем врагам Прикасаться к нему И если кто-то Посягнет на него Это будет то же самое Что тронуть Мои глаза Я приду И разрушу Все дела Рук Которые Протестуют Против моих Детей Амин Желание Бога Желание Бога Которое находится В нашем сердце Хранит нашу жизнь Распространяет нас Дает нам Такие цели Которые ты никогда Не поставишь себе Исходя из каких-то Меркантильных интересов И плотских желаний Это желания Которые простираются За горизонт Человеческого разума Это желания Которые Бог Дал Мне И тебе Амин Именно это Становится Для многих Парадоксом Они не понимают Почему мы этого хотим А мы понимаем Мы хотим этого Потому что у нас Небесная генетика Мы хотим То же самое Что хочет Наш Отец Амин Аллилуйя Давай сейчас Я хочу Чтобы мы встали Я знаю Что время от времени Сбивается фокус Знаешь Какие-то Желания Левые приходят На наш пьедестал На наши первые места Забираются Я хочу Чтобы мы сегодня Согласились Молиться О том Чтобы Те желания О которых я сейчас говорил Стали В строчку Самых главных Самых основных Желаний Снять поношение С народа Божьего Повтори за мной Снять поношение С народа Божьего Возвратить ковчег Божий В церковь Построй дом Божий Амин Давай сейчас Духи которые побеждают Всякое нечестие Которые сильнее Всякого демона И беса Я молю тебя Приди Бог мой Дай каждому Эту способность Снять поношение С народа Божьего Выйти и сразиться С любым Демоном С любым противником С любым С любым кто посягает На святыне Закрыть рот Нечестью Закрыть рот Лжи Закрыть рот Тем кто посягает На те святыни Которые дороги Для нас Бог мой Я молю тебя Пусть это желание Станет частью Нашей жизни Пусть это станет Для нас Естественным Бог мой Я молю тебя Заложи это в нас Пусть генетика Небесного Отца Станет нашей генетикой Пусть все то Что противно ему Станет противно нам Все то что Раздражает его Пусть раздражает нас Бог мой Пусть никто Не сможет Жить спокойно В рабстве В нечестие В лжи В обмане В то что приносит Мир на нас Бог мой Пусть вера Восстанет в каждом Пусть желание Изменить все Восстанет в каждом Оу Лей ля багата Ла багата Ла бага Шатай Я не буду Больше молчать Я не буду Больше стоять В стороне Я буду выходить И поднимать Свой голос За правду Я буду говорить О том Что говорит Бог Я буду стоять На тех позициях Которых Хочет Чтобы Бог Хочет Чтобы я стоял Аминь Господь Я молю тебя Пусть придет Особая сила И особое наделение Для каждого Горалюя 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 Слава Иисусу Я хочу тебе дать Добрый совет Смотри За теми желаниями Которые есть в твоем сердце Потому что Они могут Поднять тебя Очень высоко А могут Опустить Очень низко Потому что От них зависит Все Аминь